Снова в центре. Довольно, как слоник. Доброе утро! Мы собрали свои вещи и будем ехать купаться в Атлантике. Все, мы оставляем апартаменты, которые мы сняли по Airbnb. Мы уезжаем. Все, сейчас едем купаться. Доминиканцы очень любят громко слушать музыку. Вот приехал какой-то мотоциклист. Возможно, какие-то продукты кому-то привез. И у него в мотоцикле такой магнитофон, который играет тут на всю округу. Ну, а я сейчас закрываю наше жилье на замок, и мы уезжаем. В Пуэрто Плате мы заехали на частную территорию. Тут какая-то виллэч, плайя. Пуэрто Плато Виллэч называется. И тут гольф-клуб Плайя Дорадо. И такой чувачок металлический. Что-то играет там в гольф. Тут мы оставили свою машину. Идем на пляж. Вот пляж Плайя Дорадо. На окраине города Пуэрто Плато. Тоже спокойная вода. Никаких фон. Странно. Получается только в Пунта Кане у нас были волны. А во всех остальных местах пока что все спокойно. Привет, мои маленькие. Привет. Вы тут в Тиньку прячетесь? Да. Тут хорошо? Да. Хорошо. Ярик только что поспал, проснулся. Довольный. Вот мы идем по Пуэрто Плате. По зоне колониальной застройки. Идем, идем. Очень жарко, конечно. Но все. Ярик панамки. Мы взяли спин. Сейчас пол первого дня. Обеденное время. Хотим еще покушать. И погулять по центру. Да. Мы все время что-то сами себе готовим. А сегодня хоть кафешки покушать. Верblicин. Всем пока! Тeh言 Можем Мы видим, что тут практически поровну живет мужчин и женщин. Немного больше мужчин, на 200 человек больше, чем женщин. И население в основном, больше всего населения от 35 до 64 лет. Диме, ¿en quién estará pensando? ¿Con quién estará soñando? ¿Quién puede negar mi amor? Диме, ¿en quién estará pensando? Tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de mí. Постоянно, экипажки, экипажки. Люди, танцуем. Эли, все, все, все. ¡Excelente! 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 Все в другом стиле сделано. Как-то более современное, что ли. Так чистят кокосы. Зайка, иди, это тебе. Muchas gracias. Все, спасибо. Он такой полный. Сейчас прям поможет мне снять эту штуку. Кокос становится очень вкусно, свежий такой. Ну, мы уже пробовали в Таиланде, а я просто вспомнила вкус. Мы дома пробовали, но то чуть-чуть по-другому они. Совсем не то дома. Дома сладкий очень, он уже доспелый. Супер, пробуем. Ярик, ты пробуешь? Нет, ему нельзя. Можно попробовать? После того, как мы выпили кокос, он нам его еще раз делал. И там в середине, в том, который более зеленое, такое молоко кокосовое. А в более зрелом, я так понял, вот такое. Он дал два разных. Да, дал два разных попробовать. Сейчас мы в машине попробуем. А тогда в Таиланде? И расскажем, что оно там в середине. Тогда в Таиланде мы просто выпили и все выкинули этот кокос. Так. Оказывается, тут его еще могут разделать, если ты попросишь. Да. Окей, идем к машине, будем ехать. А на вот этот холм над Пуэрто плата можно подняться на кабельном подъемнике. На самую верхушку поднимают. Где Платус? Не знаю. Вот этот весь стол сверху на Платус калиенты. Не знаю. Пусть просто с ними. Курица и какой-то гороховая каша. Вот это гороховая каша. Вот то, что мы уже заказали. Салатик здесь мы сами набирали, что хотели. Здесь всего-всего. Вот это что-то с бананом. Вот это что-то с бананом. Это лазанья. А это стейк чего? Наверное, коза. Ну да, у них здесь козы, наверное. Ну и сейчас мы хотим заказать вот то... Голубец типа. Да, только пальмовые листья. Сейчас попрошу мужчину. Здесь салатики мы набираем. Ну и здесь вообще вот такая атмосфера. Здесь много-много всего. Это нам дает такой голубец. Будем пробовать. Вкусно-невкусно? Смотрите, увидите, покажем. Не знаю, она с ним что-то делает с этим голубцем. А, там были нити, да. И она их сняла и сейчас... Она, кстати, их даже открывает. А я видела, как подавали не расп... Ну, то есть, завернут в листья. Она просто поняла, что мы туризм, в нем. А-а-а. Навряд ли его распакуем нормально. Ага. И решила нам помочь. И решила нам помочь. Ну ладно, хорошо. Так что листья она выбросила, а листьев уже не будет. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Это что-то, я даже не знаю, но сейчас будем кушать, все. Можно распаковать. Спасибо большое. Так. Вот наша доминиканская еда. Это было в листьях, пальмовых листьях завернуто, типа голубца. Нам распаковали, вот так оно выглядит. Не знаем, что это. Это тоже из банана что-то, тоже не знаем, что это такое. Это стейк какой-то. Салат и лазанья. Ярик. И Юля. Мы уже покушали, что скажу. Да. То, что в пальмовом листье то блюдо вкусное. С каким-то горохом, наверное. Сережка говорит, да, что там может быть горох есть. Такое... Ну там не только горох, а еще и какая-то темная масса коричневая. Да, темная коричневая масса еще там есть. Ну в принципе было вкусно. И невкусное было то блюдо, что я говорила с бананом. Выходит там оно как лазанья, но плюс там есть банан и оно сладкое и... Получается чёрт-чёрт. Да, какое-то... Сладкое с мясом как-то не очень. Мы сейчас решили, что мы покупим еще... Наверное, куда нужно идти? Кефирчика. Да, мы хотим купить кефирчика, потому что у нас есть печеньки, а нет кефирчика. Яричик проснулся. Да. И мы идем по магазинам. Мы уже не голодные. Сейчас будем идти купаться. Мы уже раз купались. Еще раз будем купаться. Сейчас едем на другой город, на другой пляж. Да, Серёж... Сосуа называется город. То есть Серёжка говорит, что мы еще не на одном... Не на много пляжах сегодня еще побываем. Так что смотрите нас дальше. Да, еще где-то 3-4 пляжа. Посетим. С официальным визитом. Вода прозрачная. Где-то на 4-х метрах я плавал. И свободно видно дно. Но на дне ничего кроме песка нет. Поэтому... Ничего интересного. Если бы хотя бы какие-то камни, звезды были... Было бы поинтереснее. Вот такой пляж. Еще раз напомню. Это пляж Алисия Сосуа. А вот там, за вот этой скалой, которая на краю пляжа, там дальше пляж так и называется Сосуа, как город. Но мы его проехали, что-то мы на него не попали. Там он еще более... Такой более глубокой бухтой сделан. Поэтому, не знаю, может там более спокойная вода или наоборот более буйная. На аризонте какой-то дым идет. Наверное, лес загорелся еще. Пляж Алисия в городе Сосуа. Пляж Алисия в городе Сосу. И кайтсерфинг на Доминикане. Тут большие волны. Немного ветрено. И на пальмах растут кокосы. Вот они. Если упадут на голову, то будет больно. Ну вот, мы приехали в Кабаретто. Я говорю Юле, идем купаться. А я говорю ему, не пойдем. Потому что Юля боится потерять трусы. Потому что... Посмотрите, какие тут волны. Нырнул и вынырнул без трусов, да? А у меня вообще-то есть отдельный купальник, но я делаю раздельный. Так что здесь пенечек, мы с Яричком посидим на пенечке. Да, я пойду потеряю что-нибудь. Или найду. Вот такой Кабаретто. Мама. Хорошо, что здесь кондишник. А пульт от него есть? Есть, она включила. Вот мы заселились. Номер такой. Две кровати. Ярику будет отдельный аэродром, нам отдельный. Нет, он без мамы и папы никуда. Так что, наверное, мы эту кровать предвинем сюда. Тут? Душевая? Окей. Окей, muchas gracias. Можете молоко спросить? Молоко спросить? Молоко. Молоко. Окей, окей. Молоко. Здравствуйте. Нам кофе принесли. Тут мыло очень пахучее. Такое какое-то как домашнего изготовления. Аж скушать можно. Ну все, будем, наверное, падать спать. Потому что я что-то мертвецкий, устал. Я вообще в машине уснула. Сережка мне будет и говорит, ой, помоги, помоги. Такая синяя стена, как будто ты в море. Ну, дизайн тут никакой. Больше похоже на общежитие. Ну, все чистенько и все есть. И все, да. Все есть. Какой-то шкаф. Вода, кофе. Даже фрукты обещали будут завтра. Ой, их не фрукты. Я мыла вчера перец с мылом. Думала, что будет очень вонять мылом в овощи. Но нет, оно как-то смывается. Да, потому что в Доминикане нашим людям надо все мыть с мылом. Так советую, по крайней мере. Да, мы. Ну, я мыла вчера. Нормально, вкусно. Мы не голодные. Мы что-то там, кефир купили, печеньку скушали. Все, спать, спать. Спать, спать, спать. Все, пока-пока. Пока.